всем привет меня зовут владимир межников есть мое видео и свой канал на ю тубе в частности про материаловедение сегодняшняя тема горючий смазочные материалы но прежде чем начать основную часть данного видео я хотел сказать пару слов от себя то что данное видео скорее будет с уклоном на дизельное топливо а последующие несколько видео будет рассказывать эти подраздел горючий смазочные материалы ну перейдем к основной часть данного видео и так что такое дизельное топливо дизельное топливо также обозначают на заправках на еще в некоторых местах встреча такой индекс дт это дизельное топливо так вот дизельный топ топливо обладает эксплуатационными свойствами должно обладать хорошей воспламеняемостью обеспечивать легкий пуск двигатель dvs двигатель или dvs двигатель внутреннего сгорания тоже встречается в любых условиях не не содержащих коррозии смолистых соединений закоксование форсунок и компрессионных колец механических примесей и воды удельный вес дизельного топлива составляет от 0,7 из 78 сотых до 0,85 грамм на квадратный сантиметр также цвет коричневый состоит из нефтяной фракции продукта перегонки нефти цитановое число в пределах от 40 до 50 что такое цитановое число цитановое число это скажем так простыми словами сопротивление возгоранию и чем это число больше тем это сопротивление тем топлива больше сопротивляется но таких тонкостях еще буду рассказывать будущем ведь все таки есть помимо дизельного топлива есть летние зимние арктическая это говоря только про дизель а есть еще бензин 92 5 8 и так далее вот то есть обо всем этом я еще буду рассказывать в будущем а так я отдал себе небольшой определить так вот цитановое число это число которое показывает активность сопротивления воспламенению далее дизельное топливо различают на дизельное летние также встречается дл дизельное зимнее дз и дизельное арктическое да а чем они отличаются дизельное летние как понятно из названий встречается точнее его используют только летом то есть в плюсовой зоне и до минус 10 хотя по большому счету уже не рекомендуется минус 10 но встречается такое и дизельное зимние встречается от минус 30 до 45 градусов его используют но могут конечно уже и раньше там уже зависит от еще множество других ситуаций но таких тонкостях я тоже буду рассказывать в будущем и дизельное арктическое такое только встречается в холодных участках соответственно из названий арктическая то есть от минус 50 до мин 65 вот ну из основного то что я хотел рассказать сегодня это все тем конечно кратко но тем не менее очень важны потому что вот казалось бы просто определение дизель да такая маленькая темка но почему-то многие не знают такую элементарщину так вот я рассказал об этом данной теме ну то что хотел искать и снова я уже сказал так вот спасибо за внимание не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы с удовольствием будут читать также поставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также добавляйтесь ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад но на этом все всем спасибо и до новых